Долгожданное событие осени – арбузный кросс, как всегда, собрал Воденцовы любителей сладкой ягоды и спортивного досуга. Желающих принять участие в соревнованиях оказалось так много, что лимит полторы тысячи участников был достигнут уже за шесть дней до старта. В этом году кросс перенесли с привычного всем первого воскресенья сентября на две недели позже. До новения осени в этот день ощущалось как никогда. Первые старты начались под проливным дождем. Несмотря на непогоду, юные участники арбузного кросса были настроены решительно. Многие заранее готовились, упорно тренировались, чтобы справиться во время забега с любыми условиями и взять положенную дистанцию. Бегал в лесу, я бегал с мамой, бегал с тренером. Сколько арбузов ты сегодня планируешь съесть? Не знаю, бегал штук три. Арбузный кросс – это не только спортивное и семейное событие, но и встреча старых друзей. На старте основатель соревнований, спортсмен и ракетчик Александр Андрейченко. В свои 87 лет Александр Владимирович полон сил и желания выйти на дистанцию так же, как и 47 лет назад. Я считаю, что я преемник, мое поколение, чтобы оставить после себя что-то такое, чтобы улекло и не оставляло до конца своей жизни. По традиции все участники соревнований получали памятные медали, а победители – кубки и арбузы. Лучший результат среди самых юных бегнов показала пятилетняя Ульяна Климова. Среди мальчишек отличился Андрей Бойко. Первое место в своем возрасте завоевала и семилетняя Виктория Селина из Голицына. Я была одна из старших уже там, где бежала позапрошлый год, там уже у лежачего полицейского я вырвалась вперед, но и так бежала. Меня там папа уже почти на финишах встретил и сказал, гони уже, конец. Ежегодно среди участников арбузного кросса немало воспитанников спортшкол. Для ребят это первый старт после лета, проверка сил и готовности к работе в новом спортивном году. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».